Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами традиционно в новом году в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас прямой эфир, звоните, телефон в студии на вашем экране. Мы готовы выслушать ваши новые истории, также готовы к историям тех людей, которые нам звонили в прошлом году. Может быть, вы готовы рассказать о том, как развиваются ваши события, есть ли изменения какие-то в вашей жизни, может быть, какие-то комментарии по нашим прошлым встречам и разговорам? Я слушаю вас и присоединяюсь, Елена, к тому, что вы говорите. Мне нравится, как бодро вы говорите о готовности. Я подумал, что, ну, наверное, может быть, я не всегда готов. Хотя, ну, что-то выслушать или что-то принять, или что-то в чем-то вообще поучаствовать. Сейчас вы готовы к разговору? Вы уже включились в рабочие процессы в новом году? Я включился, но вот мой комментарий, наверное, к тому, может быть, отчасти занудный комментарий, к тому, что, мне кажется, мы не очень знаем, чего нам предстоит, в том числе в новом году. И мы не знаем, кто нам позвонит, с чем нам позвонит, о чем нас спросят. И вообще, вот эта определенная бодрость готовности, она, на мой взгляд, очень хорошая, это очень хорошая штука. Да, приходите, мы готовы. Я же надеюсь, что нас в этом году с вами, Елена, в этой студии ждут разочарования в неготовности. Окажется, что мы, может быть, к каким-то звонкам не готовы, но в этом смысле, может быть, это позволит нам всерьез к ним отнестись и найти какие-то ответы. Я бы вот так ответил. У нас были с вами истории, насколько я помню, где мы понимали, что человека нельзя раскручивать до каких-то определенных деталей, потому что это может быть травмирующий опыт, а, к сожалению, рамки нашей передачи ограничены. Ну, наверное, да, и, может быть, я имел в виду, это не значит, что этого я не хочу и не стоит этого делать, это я сейчас к телезрителям обращаюсь, но вот звонят люди и говорят об одиночестве, говорят о... О бессоннице, о депрессии. Да, в настроении, да, я не хотел слово депрессии употреблять. И приносят, вот, ну, в кавычки возьмем, в студию, в публичное все-таки пространство, очень такие личные вещи, очень личные переживания. И я всегда, ну, восхищаюсь обычно отважности какой-то, да, с которой люди вступают в это пространство, в основном понимают, что им отступать некуда, что это крик о, ну, о помощи какой-то, да, о поиск себе союзников и так далее. Вот, и эта же ситуация, ну, заставляет, может быть, или располагает к тому, чтобы к этим вопросам личным не отнестись, ну, спустя рукава или как-то формально. Вот, наверное, каждый раз приходится что-то обдумывать, переживать, выбирать и так далее. В общем, быть в затруднении. Мы с вами начали говорить, да, в начале о затруднениях. До начала передачи. Очень, я, во-первых, всех поздравляю с Новым годом, вас поздравляю. Замечательный праздник. Спасибо, взаимно. Да, нас не было в эфире несколько дней, но я надеюсь, что каждый из нас был в своей собственной жизни, писал письмо Деду Морозу, получал какие-то подарки, ну, в общем, как-то встречал Новый год. И мне кажется, что помимо того, тех каких-то планов, ожиданий, предвкушений, я не знаю, весны, может быть, уже лето, открытие границ, окончание болезней, нас ждут какие-то затруднения. Может быть, о них можно было бы поговорить. Если у кого-то из наших телезрителей есть какие-то затруднения, вообще они, может быть, да, или еще что-то. Ну, сейчас нас объединяет общее затруднение, это большое количество снега на улице, затруднение в передвижении. Да, снег завалил все привычные тропинки, снег вызывает массу чувств, я вижу, как люди, включая меня, ищут место для парковки. Мне очень хочется вот текущую ситуацию использовать как метафору какую-то к тому, что происходит в коммуникациях очень часто, в общении. То есть город, расчищенный от снега, это город, готовый для коммуникаций, ну, для рациональных коммуникаций, у каждого своя тропинка и так далее. Ну, в разговоре так же бывает. Мы знакомы с кем-то много лет и говорим об известных вещах, и известные какие-то темы обсуждаем, может быть, известным для нас языком. А потом выпадает снег в коммуникациях, и возникают какие-то затруднения. Вступает холод. Ну, не знаю, холод, но то, что приходится искать снова дорогу друг к другу, приходится подбирать слова, приходится ждать. Я, вот у меня за эти два дня рабочих уже прошли две, ну, психотерапевтические группы, там, где я работаю, в диспансере. И они были посвящены, в том числе, и ожиданиям тоже, и ожиданиям, и нетерпению какому-то, да, потому что ждать очень тяжело. Можете пример какой-то привести, чтобы стало понятнее, о чем вы говорите? О каких ожиданиях? Да. Ну, это может быть ожидание результатов, это ожидание внимания, это ожидание подарков, это ожидание решения вопросов, которые, вот, может быть, из 20-го года в 21-й нерешенными протянулись. Я думаю, что в нашей жизни много ожиданий. И люди как эту проблематику ожидания обозначают? На что вызывает напряжение, злость, бессилие? Может быть, мы подождем звонков, Елена, люди сами скажут, как они воспринимают. Может быть, вы скажете, как вы, есть ли в вашей жизни ожидания? Напомню нашим телезрителям, телефон в студии 202-11-22, звоните, делитесь своими историями. Конечно же, у меня есть ожидания. Маленькие, большие, краткосрочные, долгосрочные. Ну, как мне кажется, я с годами научилась более гибко к ним относиться. То есть те ожидания, которые оправдываются, они, конечно же, приносят мне радость. Те ожидания, которые не оправдываются, я анализирую, понимаю, или совсем нужно от них отказаться, или немножко переформатировать. То есть я могу отложить там на какие-то еще определенные сроки от ожиданий, там, подождать. Ну, это же функция взрослых, умение ждать. Дети с нетерпением ищут подарки под елкой каждый день. А взрослые, наверное, готовы подождать. Ну, вот, кстати, готовы подождать это, продолжать верить Деда Мороза, что он пусть не принес за эти 12 дней подарок, но принесет, может быть, через месяц или через два, или приходится распрощаться с идеей, что Деда Мороза нет. Перебью, Алексей, у нас звонок. Здравствуйте. Добрый вечер, Алексей, добрый вечер, Елена. Добрый вечер. У меня очень тяжелая проблема. Дело в том, что моя дочь, ей больше 30 лет немножко, у нее двое малышей, маленьких деток, и большие проблемы у нее отношения с мужем. Конечно, там все на ее болезни, но дело в том, что у нее нет помощи. И она где-то в силу болезни, где-то в силу избалованности, можно сказать, хулиганит. С мужем она, ну, непомерно требует от мужа, он ее раздражает, хотя мальчишка очень хороший. Я вот теща, поэтому, можно сказать, со стороны скажу, хороший отец, хороший муж старается, зарабатывает, но все делает не так. Что бы я хотела получить? Я бы хотела, чтобы она нашла или групповые занятия, или индивидуальные, кто бы помог наладить им вот эти отношения. Мы из них очень маленькие детки, они сами умные люди, образованные. Вот как мать вас старше, помогите. Вас как зовут? Меня зовут Лариса. Лариса, а дочь хочет, она как-то говорила о том, что... Да, да, да. Ну, если вопрос лежит в абсолютно практической плоскости, где найти группы, где найти занятия, у нас в процессе передачи есть там бегущая строка, можно обратиться в центр и задать вот вопросы, вам обратиться или вашей дочери обратиться. Вот. Если речь идет вообще о группах, ну, их достаточно много, Лариса, сейчас в Самаре, и, ну, в диспансере идут группы, да. В диспансере ничего не предлагают, представляете, в диспансере предлагают таблетки, больше ничего. Ну, позвоните, вот, если уж сейчас об этом разговор, у нас сопровождают нашу передачу телефоны, позвоните, я думаю, что что-то можно будет придумать. Да, хорошо. Да, спасибо вам. Спасибо. Оставьте свои контакты, да, если не получится, мы будем связаться и проконсультировать. Да, да. Ну, вот, интересный звонок. Я думаю о том, что вот не сама дочь позвонила, да, позвонила мама, которая видит эту ситуацию. Да, видит эту ситуацию со стороны. И, ну, может быть, я сильно не вторгнусь в эту проблему, потому что не хочу сейчас сильно в нее вторгаться. Но, по сути, это тоже то, о чем мы сегодня начинали говорить, Елена, с вами, за кадром, да. То есть, вот это звучит так, что раз она хочет чего-то от супруга, вот сейчас мама что-то делает для того, чтобы дочь была удовлетворена, да. Ну, те еще удивительно. Обычно мамы своих детей защищают, да, а тут вроде как мама пытается занять и нейтральную позицию, но и в большей степени готова поддержать мужа, который с ее точки зрения старается. Ну, я думаю, что мы знаем очень мало, и я надеюсь, что, значит, дочь Ларисы, да, придет на занятия, и что-то можно будет выяснить и каким-то образом помочь. Вот, ну, вот, да, семейная ситуация, слово хулиганит так меня очень заинтересовало. Ну, Лариса сказала, силу болезни, мы не знаем, что это за болезнь, и, как я услышала, есть опыт обращения в психдиспансеры, где предлагают таблетки. Ну, не знаю, все, я думаю, что не так однозначно, где-то таблетки, где-то группы, одно поможет, другое не поможет. Кажется, здесь очень много категоричности пока, вот такого какого-то черно-белого, вот, еще раз, я думаю, что, мы сможем разобраться, или коллеги смогут разобраться, если люди обратятся за помощью, вот так вот, да? Ну, из жизненного опыта, такую маленькую ремарку сделаю, на мой взгляд, если мама будет дочери больше транслировать свою позицию, поддерживающую мужа, ну, только еще больше нарушит коммуникацию между ними, между мамой и дочерью. То есть, как тут вот родственником быть? Ну, вот Лариса нашла такой выход, позвонила к нам в студию. Как быть тем людям, которые не имеют такой возможности? Не имеют возможности позвонить? Ну, мало ли. Как быть родственникам, которые видят, что их близким нужна какая-то помощь? Да, может быть, они будут смотреть в повторе нашу передачу, и не будет прямого эфира. Но какую-то рекомендацию мы, может быть, сможем дать. Иногда бывает так, что, ну, много каких-то, может быть, ответов. Я думаю, что если я начну их перечислять, я буду распыляться. Один из ответов я дам. Иногда он срабатывает. Когда родители хотят, чтобы их дети пошли к специалистам, начали чем-то таким продуктивным заниматься, помогать себе, и они мечутся по центрам, по людям с просьбой, чтобы их детей взяли. То одним из хороших способов является поход самого родителя к специалисту. На консультации, на группы, для того, чтобы разобраться. Очень часто оказывается, что проблема, если этот ребенок, взрослый даже ребенок, приходит, и специалист его спрашивает, я его спрашиваю, он говорит, у меня нет проблемы, это у моей мамы, или там папы, или еще кого-то, это у них проблемы, почему-то им кажется. Ну и по факту, если формально судить, да, вот сейчас у Ларисы проблема. Лариса обеспокоена тем, что происходит в семье. Пока она это воспринимает как проблему и сделала какой-то шаг. Мы знаем о том, что есть еще супруг и ее дочь. Супруг пока вроде бы никуда не обратился и, может быть, не считает это проблемой, но настолько, чтобы прийти. Дочь пока никуда не обратилась, не считает, что это проблема. То есть проблема созревает и влияет на человека таким образом, что он идет, ну, каким-то образом ее искать. Чем может быть, например, группа полезна для Ларисы, если мы говорим, что у нее тоже есть эта возможность пойти и разобраться с какими-то проблемами и вопросами? Я пока не знаю, но уверен, что она может быть полезна. Это не значит, что я всех зазываю в группы, хотя дело это интересное. Я имею в виду участие в групповых процессах, не обязательно психотерапевтических, да, потому что мы живем в группах и очень много вещей мимо внимания какого-то нашего проходит. Вот. Но, возможно, дочь каким-то образом разыгрывает, ну, я такое слово употреблю, разворачивает какую-то свою внутрисемейную ситуацию, свою ситуацию со своими родителями, да, что там происходит в семье. Вот я к чему хотел вернуться. Я чувствую, что я отвечаю на ваш вопрос, и часть моего внимания, ну, где-то там блуждает. Звонок Ларисы очень хорошо, удивительным образом, я бы сказал, попал в тот момент нашего разговора, когда мы говорили об ожиданиях, когда мы говорили о Деде Морозе, когда мы говорили о подарках, когда мы говорили о том, что человек может чего-то хотеть, чтобы ему дали. И дальше Лариса звонит и говорит о ситуации своей дочери, которая, ну, как будто, как мы слышим, к мужу относится как к Деду Морозу. Причем дочь хулиганит, она не очень хорошо ведет себя. Ну, ситуация Деда Мороза чем характеризуется? Хорошим детям Дед Мороз приносит подарки. И каждый Дед Мороз, каждая воплощенная... Тут девочка ведет себя плохо, и при этом еще и обвиняет Деда Мороза в том, что он не приносит ей подарки. И ждет подарков. Я думаю, что это очень интересная и очень непростая, может быть, ситуация. Как она это воспринимает? Потому что я думаю, что наши зрители, мы с вами можем заглянуть в свое прошлое детское и подумать, всегда ли мы хотели, чтобы это именно так сработало. Что нужно каждый год на протяжении 5, 7, 10, 15, 40, 50 лет быть хорошим в течение года, чтобы к концу года Дед Мороз тебе принес подарок. Ну, я предполагаю, что думаю, что часть зрителей понимает, что речь идет не только о материальных подарках, не только о какой-то коробке, положенной под елку, да, это подарки какого-то другого, иного рода, да, это подарки могут быть эмоционального характера, это подарки могут быть нематериального какого-то характера. Насколько я знаю, в конце года люди задаются вопросами о счастье. Ну, например, да, буду ли я... С Новым годом, с новым счастьем. Да. А где вот мое старое, было ли у меня счастье или не было? Потому что даже по социальным сетям, если судить, ну, вот эти вопросы, да, а что для меня счастье, а как это, а у кого-то есть оно, или я один только им брежу, вот по-разному. Да, и вот эта вот проблема, если можно так сказать, или ожидание, что мне принесет Дед Мороз, как бы я его не воспринимал, вот это самое счастье, или хотя бы часть счастья, вот, и при этом мне нужно быть послушным или непослушным, или это вообще никак не связано, и в чем именно послушным, если в детском, в детской позиции понятно, в чем послушным, ну, не знаю, там, мыть руки, помогать родителям, мыть посуду, выносить мусор, учиться хорошо, да, и тогда Дед Мороз принесет, то что значит, или мы освобождены, будучи взрослыми, от необходимости быть хорошими детьми или хорошими взрослыми, и Дед Мороз нам просто так принесет, за красивые глаза, за то, что мы умные и так далее. Да, вопрос, что приносит Дед Мороз, как вот муж у дочери Ларисы, он, может быть, и зарабатывает деньги, и приносит, но их количество не удовлетворяет, или чистота приноса этих денег, и вопрос-то, может быть, не в деньгах совсем. То есть деньги – это лишь предлог такой. Предлог к чему? Предлог, чтобы затеять скандал, возможно, похулиганить, выплеснуть свои чувства, злость, агрессию, но они к деньгам могут и не иметь отношения. А почему вы заговорили о деньгах, Елена? Ведь вроде бы Лариса не говорила о деньгах. Лариса сказала, что он зарабатывает, а она с него все просит, требует. Мы иногда в кабинете на группах как раз касаемся этих проблемных вопросов, и вот недавно мы тоже говорили о том, насколько любовь может быть конвертирована в деньги, в какой мере, в каком количестве, и только ли подарки в материальном воплощении дают человеку, ребенку… Подтверждение любви. Подтверждение любви, да. И к какому выводу вы пришли? Я не думаю, что это… Был ли вывод? Вопрос остался открыт. Это не один вывод. Мы скорее пришли к новой постановке вопроса, если вы меня спрашиваете о том, что я принес в этом моменте сюда, с групповых каких-то встреч, к тому, во что это еще может, в чем еще может проявляться, да, любовь. И что так, в общем, может не устраивать? Я все возвращаюсь к этой мысли, да, он все делает, а мне все мало. Это вот и как эта сказка-морозка, да, когда вот, ну, мне мало. Вот там есть одна из героинь, да, сестра, которой все мало. Да, она в вытрешнем глаза говорит «хочу, хочу, хочу». Хочу. И вроде бы какая-то такая взрослая, в кавычках, позиция, ну, перестать ей давать, да, перестать поддерживать, перестать подкармливать, ну, обломать, как сейчас это говорят. Но мне интересен в данном случае другой вопрос. Что это за жажда такая, что это за нужда такая заставляет вот так, ну, двигаться таким трактором, двигаться таким катком, двигаться, ну, быть таким ненасытным. И что же это? Ну, вот это хороший вопрос, и это, наверное, вопрос будет, возможно, о дочери Ларисы. Это вопрос, я говорю, мы обсуждаем на группах. Может быть, я себе задаю вопрос, хочу ли я подарков на Новый год, и что за жажда, это что? Жажда чуда, жажда того, что обо мне помнят. Дед Мороз обо мне помнит. Я уже вырос, мне уже, там, 46 лет, и, может быть, он меня из своих тетрадок вычеркнул, сказав, что это уже взрослый дядя, и подарков ему не нужно. Или они сами взрослые себе друг друга организуют. Ну, он же в хороших руках у папы, мамы, у детей, да, у друзей. Взрослые в течение года делают подарки своим детям, своим близким. И я думаю, конечно, хочется получить в конце года подарок, как чудо, неожиданность, на которую ты не тратишь деньги. В этом смысле подарок – это экономия такая, неожиданная, да, неожиданная экономия. Неожиданная экономия ресурсов. Ну, вот мы снова, вот наш разговор так свелся к материальной части, но вот звонок Ларисы, он о чем-то нематериальном. Может быть, пока нас слушают телезрители, если есть еще время, кто-то позвонит и… Да, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните. Да, может быть, о своих подарках каких-то расскажете. Вот как-то мы сегодня вокруг затруднений, вокруг подарков, вокруг ожиданий, вокруг вот такого наваленного снега и необходимости откапывать себя, машины, дороги, искать новые какие-то тропинки. Вот какая-то такая кутерьма. Я думаю, что мы так Новый год начинаем в передаче из каких-то, может быть, осколков, вот таких оставшихся с прошлого года, текущих. Вот навалил снег неожиданно абсолютно. Не было бы его, мы бы, может быть, об этом и не говорили. Мы говорили об ожиданиях, вы меня спросили, Алексей, в свою очередь и я вас спрошу, у вас есть ли ожидания от этого года, были ли ожидания у вас на новогодние каникулы, оправдались они? Это очень для меня сложный вопрос, Елена. Ход моих мыслей был такой на Новый год. Я четко понимал, что я особо ничего не жду, и у меня было ощущение, что мне всего достаточно. Но где-то рядышком была мысль, не обманываю ли я себя. И для меня Новый год хорош тем, что, по сути, это ворота в детство. В какой-то момент эти ворота открываются. Я имею в виду то, что какое-то праздничное настроение, смена календаря, ну что-то в этом есть магическое, волшебное. Я вклинюсь, будучи взрослым, вы знаете, что вам делать около этих открытых ворот? Я, безусловно, знаю, что я хочу в них шагнуть. Что меня там ждет, я не знаю, и к чему это приведет. Ну вот, отвечая на ваш вопрос, этот Новый год был скорее ротозейским таким. Я ничего не искал под елкой, я скорее ходил, зайдя в эти ворота, и был вот этим ротозеем, который смотрел, а чего происходит. Салюты, елочки, люди ходят радостные и счастливые или грустные, да. Что-то в мире происходит, какая-то очень серьезная заварушка. Наверное, я был таким зачарованным ребенком в этот год. Жду ли я что-то? Да, и вот эта вот мысль, неужели все поменялось в хорошую сторону? Мне нравится эта сторона ходить и, может быть, не ждать каких-то таких особых вещей. Хотя, когда были подарки, мне было очень приятно. Наша передача близится к концу, и я предлагаю, Алексей, у нас есть уже телезрители, которые смотрят нас каждый раз, а есть, возможно, новые телезрители, которые присоединились к нам в этом году. И, возможно, из сегодняшней передачи, где мы как калейдоскоп немножко и про это поговорили, про это не очень понятно, о чем наша передача. С какими историями можно звонить, какие вопросы задавать? Я бы хотел, чтобы у нашей передачи, которая называется «Разговор по душам», ну, такое претенциозное название, надо откровенно сказать, то есть мы сразу претендуем на душу, вроде бы в этом названии. При этом я сегодня бодро начала наш разговор по душам. Ну, я думаю, что с названием все хорошо, потому что с какой стороны иногда не посмотри, а где ты не увидишь душу. Ну, она везде есть, если ты хочешь ее увидеть. Если ты ее не хочешь увидеть, ты ее нигде не увидишь. Можно анатомировать человека и душу нигде не увидеть. То есть для меня это разговор какой-то, может быть, вне привычных каких-то тропинок, вне каких-то привычных ответов, вне привычных пониманий психотерапии или психологии. А какие это привычные понимания? Может быть, это процедурные понимания, может быть, это понимания алгоритмические. Что имеется в виду? Ну, медицина, она вся алгоритмизирована. Если у тебя перелом, надо сделать первое, второе, третье, четвертое. Если у тебя ковид, надо сделать первое, второе, третье, четвертое. Если у тебя депрессия, ну логика ведь такая, надо сделать первое, второе, третье, четвертое. Штука в том, что с душой так не всегда работает. Поэтому для новых телезрителей, для себя как напоминание, мне хочется делать передачу о том, чтобы она была вот таким каким-то пространством, не очень отрегулированным и неготовым, затруднительным, в который присоединятся люди. Люди звонят, и мы чего-то узнаем, как наши души и тела существуют. И мы практически не даем инструментарий или не даем алгоритма. Сделай раз, сделай два, сделай три, и будет тебе счастье в новом году или в прошлом году. Но мы говорим о процессах, которые происходят в душе, в отношениях между людьми. И о тех вопросах, которые встают перед людьми в этих отношениях. Это так. Алгоритмов нет, потому что в том числе мы, как мне кажется, на какие-то тропинки неизвестные выходим. Ну, хочется так думать. Не ради самих неизвестных тропинок, а ради того, что ответы всегда индивидуализированы. Они очень часто похожи вот на те самые находки, подарки, которые лежат. Вот двинулся. Не знаю, как стихотворение писать. Двинулся. Знакомые слова, все очевидно, а потом вдруг что-то расцветает. Спасибо большое, Алексей, за сегодняшний разговор. Напоминаю нашим телезрителям, что мы в прямом эфире выходим каждый вторник в 18.15 на телеканале «Самара ГИС». Всего доброго, до свидания, с прошедшими праздниками. До свидания. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова